Друзья, привет! Мы с вами снова продолжаем рыбачить в Норвегии и цель нашей рыбалки это скумбрия или мокры по-немецки. Друзья, для начинающих рыболов, те кто только собираются приехать в Норвегию. Хочу сказать, что мокрель это рыба сезонная, она приходит только не раньше середины лета, к берегам подходит. Сейчас у нас август, мокрели много и на мой взгляд самая лучшая блесна для ловли мокрели это космастер. В данном случае у меня просто здесь космастер китайский с Алиэкспресс. Друзья, ну, прежде всего, почему космастер? Потому что мокрель рыба стаяная и перемещается стая-то очень быстро. Космастер летит очень и очень далеко и мы можем веером облавливать большие площади и найти мокрель. Еще раз говорю, скумбрия не стоит на одном месте. Вот я буквально там 10 минут назад поймал пару штук и пошел за камерой. Думаю, сниму фильм. И все, стая уже сместилась. Сейчас я буду просто веером облавливать вот наш вход в эту бухту и так как издалека летит, вернее как блесна летит далеко, то мы большие площади обловим и надеюсь, что мокрель найдем. Это первое. Второе. Мокрель, как правило, кормится сверху. Даже если она стоит там на глубине 10 метров, как только она увидит вверху свою добычу, маленькую рыбку, она очень быстро поднимается. А у космастера, вы знаете, кто ловит на космастер, буквально несколько оборотов форма блесны сделана так, что блесна сразу выходит в верхние слои. В основном, как бы, эту блесну используют для ловли жереха, допустим, в наших условиях, в Германии. Кто-то ловит лососёвый, как тоже форей ловил на небольшого веса космастеры. Поэтому эти два положительных момента, дальность заброса и то, что блесна идет в верхних слоях, делают эту блесну незаменимой при ловле скумбрии, ну как минимум с берега. На лодке, понятно, вы можете подплыть вплотную и, может быть, не нужен вам такой дальний заброс. Ну, у нас так построено, что мы по очереди лодку взяли одну и у нас один экипаж рыбачит на лодке, а второй с берега. И вот это как бы блесенка позволяет нам быстренько найти скумбрию и поймать ее. Пока не нашел. Ну, это дело такое, на всплески она сама тоже слышите всплески. Макрель думает, что это ее сородичи охотятся. Так что подойдет. И опять же, стая очень быстро перемещается. Она сейчас покрутится, покрутится и подойдет к нам. Надеюсь, что так и будет. А куда одеваться, да, Володя? Володя, он руку повредил, да, теперь сегодня не пойдут на рыбалку. Теперь только в массовках. Вот она уже. Спиннинг здесь можно взять абсолютно любой, но у меня здесь для ловли кальмаров какой-то скидл. Посейдон. Ну, кидает блесну он отлично. В принципе подойдет абсолютно любой спиннинг. Если вам нужно поднимать, как в данном случае, с высоты все-таки, чтобы он там был такой, хотя бы грамм до 20-30, чтобы можно было без проблем поднять скумбрию. Мы ловим часто здесь и на микроджиг. Вообще у нас пинги до 5 грамм. Ну, тогда, конечно, часть рыбы сваливается и обрывается. Потому что у нее такая особенность, когда вы скумбрию поймали, она трясется, как будто ее током ударило. И частенько именно вот это вот поведение приводит к обрыву лески. Ну, в принципе, как бы это все не смертельно. Все быстро перевязывается. Конечно, когда тащишь на спине до 5-6 грамм, а еще бывает влетит макрелька такая. Опа, есть! И сошла. Не, опять. Одна сошла, а уже другая села. Бывает, сядет макрелька такая грамм на 800 и, конечно, на ультралайтовый спиннинг один кайф такую тащить. Катушка у меня здесь трехтысячная, в данном случае с РТ-01 плетеночка. Э-э-э-э, смотри, чайки, они уже... Смотри, это наша рыба! Нормально! Они уже на ходу ее хотели у нас. Вот я и дубиночку взял, вот тут положил. С берега оптимально спине там до 30 грамм. Две с половиной-три тысячи катушечка. Лесочка килограмма. Ну, хотя бы на три, чтобы была на разрыв. И космастер. Если где-то в радиусе действия этой блесны макрель скумбрия есть, то вы ее поймаете. И вполне возможно, что эта стая понеслась, тут же выскочили полики или... Люры, по-русски серебристая сайда, здоровые такие рыбины в искаке, да они, конечно, тоже с удовольствием эту макрельку покушивают. И она, естественно, драпает от них. Нет, нету, вот кину туда, где сбрасывают отходы рыбные, нет ее там. Ну, ладно, сейчас кинем в другую сторону. Они настолько быстро перемещаются, что очередной заброс, очередная рыбка. Мы сегодня планируем с Вальтером сделать тушеночку из макрели, поэтому у нас не просто идет рыбалка. Когда будем ловить просто, поменяем, ловить и отпускать. Возьмем, поставим одинарник, чтобы она слетала хорошо, и будем ловить и отпускать. А на сегодня у нас еще... О, кружится, кружится. Смотри, это моя рыба, не трогай ее. Смотри, хорошая. А сколько шеф-коп заказал? Ну, сказал, говорит, штук 10. Штук 10. Так, есть, опять нашли, она опять туда влево сместилась. Так быстро стая бегает. Иди сюда. Мы в глаза тебе сначала поглядим, а потом тебя зажарим и съедим. Иди родная. Опять работать и овладеть ее, да. Опаньки. Принимайте сыр. Опа, всплески точно туда кинул. Вот она, прямо под камеру клюнула. Давай, родная, иди сюда. Кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем. Смотри, допоешься, чайки уже... Ну, сожрут, сожрут, что. Да нет, а маленькая мы ее отпустим. Смотри, какая она. Ну, не такая уж, она маленькая. Давай сюда, я... Ох. Так, друзья, пока вышло солнышко, тепло, надо чуть-чуть, чтобы пузо загорело. Половим. И позагораем. Фактически каждый день бывает хотя бы полчаса, пока светит солнце и нет сильного ветра. Ветер, конечно, очень холодный. И в это время мы загораем. Поэтому, когда приедем с отпуска, все пусть думают, что мы были в Турции. Ну, пока суть до дела, пару слов о капроводке. Как правило, треска... Ой, треска говорит. Скумбрия такая рыба, что кину и крути, она клюет. Но иногда бывает каприз. У меня был даже сегодня случай, у меня три штуки шло за блесной и не ударило. То есть здесь есть несколько вариантов. Первый самый простой. То есть мы делаем несколько оборотов, а потом делаем паузу. Бывает она стоит чуть ниже, блесна начинает сыпаться, она ее подбирает. Второй вариант, если она тыкает, мы такие сбросы кончиком спиннинга делаем. Ведем-ведем несколько раз сброс спиннингом. То есть в леса как бы раз кувыркнулась, как будто вот рыба там больная, бог свой показала. Ну, а... И третий вариант, это просто мы ведем то чуть медленнее, то чуть быстрее. И вот когда именно скумбрия не активна, это ее провоцирует на поклевку. Ну, опять же повторюсь, если она хочет кушать, то как правило, просто кинул, крутишь, и этого вполне достаточно. Опять же, смотрим по поведению. Потому что бывает тык-тык-тык не засекается. Вот тогда уже приходится там немножко ее провоцировать, чтобы она клюнула. Рыбка клюет, 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 на вкусный космастер. Ну, тут у нас небольшой перерыв. Мы тоже с Володей анекдотами стали друг друга развлекать. Ушла рыба куда-то, стая куда-то ушла. Ну, вот она и вернулась. Покажи, Володя, рыбку, там внизу. Вниз, 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 вниз. Ох, красавица. О-о-о-о. Смотрите, какая я. Сюда, сюда я. Красота. Ну, все. Теперь камеру мне, а рыбу тебе. Видел, вдалеке был всплеск. Володя, говорю, видел всплеск. Вот она и только сказал, все, и она уже далеко на выбросе. Не знаю, спиннинг кидает хорошо. Так, так, чайки. Бам. Поймал, облесну отдай. Так, надо вниз опустить. Ага, хрен вам. Смотрите, что творится. Я не могу свою рыбу забрать, они у меня ее отнимают. Это как называется вы, наглые рожи? Да. Это уже. Наглость уже? Да. Ну, сверх наглость. Отнимают мою добычу. Та-ра-ри-ра, та-ра-ри-рам. Так, стоп, я забыл. Надо тащить понизу. Да. А то эти, сволочи, да. А то эти друзья сейчас у меня ее сожрут. Да и фиг с ней сожрут, чтобы они блеснули. Уже мне сколько приманок они поутащили. Собаки сильные, обрывают. Будем внести ее под водой, чтобы эти гады не сожрали. Пожалуйста, принимайте. Процесс пошел. Или продолжается. Та-ра-ри-ра-ри-ра-ри-ра-ри-ра-ри-ра. Вот. Сейчас клюнуло именно так вот, что тык-тык не подсекается. Сделал два раза, чтобы блесна посыпалась. И вот. Да не, Володь, мы эту отпустим на совсем маленькой, на одном крючке. Мы не будем эту брать. Это специально, чтобы план не выполнять. Да-да, чтобы Вальтер дольше ждал. Пусть идет. Бам. И пусть растет. А, не успели вы, сволочи. Блянь, взлетели с таким возмущением. Да, что за херня, блянь, где наша рыба? Ну что, попробуем еще раз повторить. Абана. Цык. Пара секунд паузу. Блин, солнце вышло. Опять надо. Два раза. Так, идет. Э! Ага. Нормально. Э-э-э, это моя рыба. Эх, гады. Вот сволочи. Не расслабляемся. Ведем по низу, чтобы эти сволочи не схватили. У нас тут еще группа поддержки сейчас есть. Так что мы тут должны норму Вальтеру наловить. На консервы. Или тушенку. Тушенка из кумбрии будет. Да. Не, ну мы сейчас сначала попробуем, на вкус какая она. А потом уже будем заготавливать. Ловим последнюю рыбу. Друзья, рыбы мы поймали достаточно для готовки. Кому интересно, можете посмотреть сейчас. Заснимем коротко еще процесс ее приготовления. Хотим сделать консерву. У меня как-то, или нас как-то в прошлом году угостили. И я ее даже, ну, думаю, что я буду тут консерву, когда каждый день едим свежую рыбу. И сгаляемся. То котлеты, то то, то все. Потом кусочек остался, думаю, дай я попробую. И когда я попробовал эту свежеприготовленную котлету, скажем не котлету, консерву, то понял, что я очень погорячился. Поэтому сейчас мы рецепт записали. Вальтер на видео даже заснял рецепт. И мы сейчас попробуем сделать из этой скумбрии консервы. Мы с Володей тут выпотрошили, черную пленку, счистили как могли. Да, да, все, чтобы чистенько. Чистенько вот такое получилось, беленькое филе, да. Единственное, вот мы не обрезали плавники. Вальтер нам замечание сделал в устной форме. Занесением в личное дело. Вот у нас 10 тушек макрели есть. Мы сейчас обрежем все плавнички, удалим костливую часть. Нарежем вот на такие вот порционочки. Вот на такие. Потом еще раз все сполоснем и приготовим для консервации. Дальше буду вас держать. Так, вот берем порционную тушку без хвостика, без головы. Тут немножко неправильно. Самую костлявую часть мы сейчас удалим. Вот плавничок удаляем. Здесь костей много. Вот тушечка у нас уже. Получается нужно обрезать плавничок. Спинной главный, хвостовой верхний и нижний после анального отверстия, так сказать. Анальный плавник. Обрезаем ножницами. Верхний также приподнимаем. Обрезаем. Ну они сами приподнимаются во время обрезки. Все. Тут в полевых условиях немного, но все чисто, стерильно. Режем порционные кусочки. Череной, ну, не знаю, по 2,5-3 сантиметра. Ну, как выйдет эта консерва, она все равно проварится, чтобы... Видно, да, чтобы мясо было чистое, без черной пленки внутри. Вот это еще располоснется пресной водой. Продолжаем. Приготовили мы 4 баночки, примерно по 600-700 грамм, ну, из-под огурцов соленых. На одну укладываем, в каждую баночку. Я покажу на примере одной. Ну, примерно вот 2 шайбы нарезанных колечкового лука. 2, можно 3 для усиления вкуса. Кто любит лук, попробуйте, может без лука будет вкуснее. Укладываем нашу рыбку, которая кусочками нарезана. Укладываем в 1-2 слоя. Аккуратненько. Побольше наберу в руку. Так, еще кусочек. Теперь добавим, мне салфеточка нужна, можно я пройду? Мы вам подадим, как шеф-повару. Благодарю. Значит, сюда добавим сейчас перец горошковый. Ну, вот 5, 6, 7, 8 зернышек горошин. Больше не нужно на маленькую баночку. Лавровый лист, чтобы не переборщить, я считаю, что, думаю так. Это пару штук хватит. Два листика достаточно. Затем дополняем все это дело рыбой. Баночку не до самого полна. Пакантик аккуратненько мы ее туда уложим. Еще один кусочек влезет. Вот такой, я так думаю. Теперь мы добавляем ложку крупной. Не, не, чайную ложку, не то, не то. Чайную ложку. Это 2 столовые чайную ложечку. Вот мы в Норвегии приобрели соль. Самое лучшее, которое я вообще за всю жизнь в Европе кушал. Чайную ложку с горочкой. С небольшой. Не будем. Да, лучше не пересолить. Вот, крупная соль каменная. И сюда мы добавим 2 больших столовых ложки растительного масла. Вот. Таким образом мы приготовим все 4 баночки. Заполним. После этого мы поставим в духовку. Мы дальше протезаем. На 200 градусов. Дойдем до этого. Так, приготовили 3 баночки. У нас здесь все приправы, которые были выше, перечислены. Соль, лаврик, горошковый перчик и 2 ложки растительного масла. Накрываем, но не закручиваем, просто накрываем. Просто ложим и в духовку на 200 градусов устанавливаем. С двух сторон мы поставим, чтобы грелось и 200 градусов. Да, 200 градусов. Когда закипит, переведем на 150 градусов. Друзья, мы еще вот смешали здесь соль с сахаром. И засолим немножко макрельки с собой домой. А вот они, наши тушеночки готовые. Это наш сегодняшний ужин. Так что всем рекомендуем. Пока. Так, друзья, вот такая получилась у нас консерва. Тушенка из скумбрии, да, Витя? Ты уже запробовал? Отлично. Я тоже кусочек запробовал. Давай. Супер. Супер. Вкусно. Так что, друзья, ловите скумбрию. Делайте консервы. Вон нас, посмотрите. Тут уже у нас горячего копчения висит. Володя там сейчас холодного копчения делает. Так что скумбрия, рыбка, то что надо. Ловите. Будьте счастливы, здоровы. Всего хорошего. До новых встреч. Пока, друзья. Пока.